С 4 августа на улице Пушкинска действуют новые правила. Теперь парковать автомобиль на проезжей части запрещено. Мы решили поинтересоваться, нравятся ли такие изменения автолюбителям. Ну не замечаю я как бы пока и большой разницы, но я вижу, что легче стало по этим двум кварталам ездить. Да, намного быстрее, удобнее, конечно удобнее. На минут 15-17 быстрее. Очень отлично, никаких замечаний, все прекрасно. Спасибо вам большое, что такое существо. Ездить удобно, да? Конечно, сегодня просто прекрасно. Решение разгрузить дорогу от бесконечных пробок было принято после мониторинга транспортных потоков зимой этого года. Теперь в департаменте транспорта утверждают, что не жалеют о таком решении, ведь результат заметен невооруженным глазом. Инспекторы по парковке дежурят с самого утра, но выписывать штрафы не спешат. Говорят, мол, лучше для начала объяснить новое правило, а потом предпринимать меры. Тем более нарушителей немного. Сегодня кого-то штрафовали? Еще нет. Только утро. Еще как бы люди еще не успели нарушить. Вы знаете, что мы ведем в том числе разъяснительную работу. То есть, если есть возможность пообщаться с водителем, объяснить, что он нарушает, мы даем ему возможность проехать и припарковаться. Принципиальные автолюбители, которые не прислушиваются к предупреждениям, получают штраф в размере 255 гривен. Оплатить его можно на месте, не отходя от машины в специальном приложении. Вот, а телефоном, не знаю, QR-код, уже прямо в телефоне можно оплатить, не бегая по всему городу. А сколько штраф? За это 255 гривен. Если в течение 10 дней, то 127. Но все же главный вопрос водителей – где найти альтернативные места для парковки. Ведь уже многие привыкли оставлять автомобили на Пушкинской. Там есть парковочные места за углом, возле ЦУМа. Ну, то есть, можно найти место, чтобы пройти спешочком 100-200 метров. Ничего страшного не произойдет с человеком. Но люди не должны страдать, и движение должно быть быстрым. По словам директора департамента транспорта, разгрузка улицы Пушкинской – это только начало. В планах есть еще достаточного проекта, в котором улучшат движение магистральных дорог. В дальнейшем департамент рассматривает аналогичные мероприятия по другим улицам, которые именно в пиковое время являются магистральными. Например, мы рассматриваем серьезный вопрос ограничения стоянки и запрета стоянки на участке от 7 до 5 фонтана правый ряд в сторону города. Напомню, в Одессе за правилами парковки следят 15 парковочных инспекторов. Но с увеличением их количества будет расширяться и территория, где они будут работать. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».